Лесная господарка Минской области селета пополнится новыми значными объектами. В программе 22 инвестиционные промысловые проекты. Так, вслед за Борисовым, где в мясовом лязгасе возводят уже другие цех по вытворчасти пилет, выпуск драуняных палюных гранул плануют наладить в Березинском, Червинском, Уздинском, Логойском лязгасах. Кроме того, драунину низкую гатунку заденничают и на новых вытворчастях европодонов. Например, у Велийцы, Слуцку и Копылы. Все предприемства и новички ориентированы основным на экспорты, как отзначили сегодня на коллегии Минского Державного лесогаспадачьего объединения, поспехово выполняется и такая важная задача, как одновление лесу. Повеншовали на мероприемстве и лепших лесничих центрального региона. Направление мы взяли по переработке и производству поддонов, где не нужна высококачественная пиломатериал. Сделать наши цеха с 100% переработкой всего входящего сырья, то есть безотходно, как говорится, производства. На сегодняшний день уже получили и паловский сертификат, и можем отгружать свою высококачественную продукцию конечную в виде поддонов на европейский рынок. 8200 гектаров у нас проведено лесовосстановление за прошлый год. В основном, конечно, остается преимущество – это сосна. Я являюсь лесничем Красношавского лесничества, Логойского лесхоза. Лесничество по площади, в принципе, небольшое – 10 тысяч гектар. Мы находимся недалеко от Минска. У нас красивейшие места – ягодные, грибные места. Мы стали лучшими в области. Заслуга не только моя, заслуга всего моего коллектива. Мы делаем коллектива Логойского лесхоза, садим много леса, занимаемся восстановлением, строим лесные дороги. Что до экономичных выника, то в целом летость лесгаза Минской в области нарыхтывали больше за 4,5 миллиона кубометров драунины. У вынику отримали 411 тысяч метров кубичных пиломатериалов, что на 13% больше раннейшего термина. Продолжение следует...